Я понимаю, что это одна из первых статей, когда теорию графа попытались связать с теорией конец. Это было сделано в 2008 году. Он ввел определение графа «Единная» комплектативного ассоциативного кольца. Вообще всю кольцу, если я не буду оковариваться специально, оно будет подразумеваться количеством ассоциативным. Если я специально, то еще чего-то не буду оковаривать. И в своей работе он рассматривает в качестве вершин такого графа все элементы кольца. И две различные вершины, когда их произведение, оно не будет. Но понятно, что там губной, и поэтому такой граф автоматически оказывается связан. Вообще по этому определению, я знаю, что еще работа БЭКа была одна, и еще работа одного автора, где буквально 2-3 года было. По этому именно определению и через карту ГАЗ. Пока в 99-м году андексы на Ливенске, они не изменили определение графа «Единная» и «Единная» оказалось более рабочим. И вот с тех пор, можно сказать, начались основные публикации по этой тематике. А что они сделали? Они предложили в качестве вершины рассматривать не все элементы кольца, а только не нулевые делители «Единная». То есть даже ноль они исключили. И тем самым, первый факт, который они тогда брали, что тем самым граф «Единная» также остается связан. Хотя нулевых уже нет. То есть это уже не очевидно, не следует изопределения. Там доказательная сложность, студенческая, но оно уже не следует напрямую изопределение. Более того, диаметр такого графа будет в основе трех. Он уже всегда связанный, и ротикой диаметра будет в основе трех. Такого графа будет означает грамматный. Лучше это же определение было введено и для некомпортативных колец, в коррекционном с 2004 году. Там отличие только в том, что мы рассматривали в качестве вершины все ненуевые односторонние и двусторонние делители нуля, и где вероятничные вершины, если они оседлены, когда X, Y, 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 X равняют, ну, давали бы позитерии. Вот. Но оказалось, что и для некомпортативного случая характеристый номер тоже остается связанным. Я сразу скажу, что рассматривался так, что я делал новую публикацию видео, и все, и даже с шелковой встречи уже публикации появляются, вот мы недавно на семинаре разбирали. Это рассматривались так же, так называемые, ориентированные графы делительные нуля. Но там вопрос связности, там, не так все просто. То есть я делала публикации, то есть там достаточно сложные условия, и там многие вопросы сейчас гораздо сложнее, и вот судя по тому, что мало публикаций, у нас связи все-таки не ориентированные графы делительные нуля, а в среднем более рабочие. Так что мы рассматривали совместисаемые кооперевления в виде истепроводов и для несоциативного случая. Но там со связностью... Там со связностью для альтернативных и несоциативных полу, ну, алгебру было доказано, что правительство делительное остается связанным. Но в настоящий момент уже известно несколько примеров, когда для противорного кольца неассоциативного есть такие примеры, когда графы делительные нуля не являются связаны. То есть, в принципе, получается, что пока... Ну, как видите, гипотезы, что похоже, что связность справа делительного нуля, она выполняется, когда строение, как алгебра, достаточно прислок ассоциативным. Какой-то близкий, которому угодим на эту сторону, да, выскакивают какие-то уже эзотические болезни случаи. Вот. И вот то, что я здесь написал, что очень быстро достаточно возникло проблем, например, не только и в нашей работе, когда мы, наверное, какие-то задачи шаги на геннадобразии, там я с ним просто пользу очень в наших порядках, ну, в любом какой-то вечной степени. Ну, и в других работах тоже возникал, возникал неоднократный вопрос о том, как изображать граф. Потому что понятно, что уже даже если взять там больше десяти вершин, чтобы что-то понять, прочитать по этому графу, надо очень долго смотреть, что это экономия, эти дементики и так далее. И возникал вопрос о том, как их изображать, так, чтобы, ну, что-то уже было сказать быстро, ну, гораздо быстрее, а сфон график тоже. И вот уже, ну, я вот просто дубликация проявала, где эта проблема обсуждалась, какие-то идеи, в принципе, перед первым же Кемилей и с первым фигом в начале 2000-х годах продавали. Ну, а вот прям уже отломленное определение, это вот Куфин, у него вот это была с фигом, он в 2010-х, вот еще я не помню, и в 2013 году. Там они прямо уже сформулировали определение связанного графа делительного, связанного, из шахта графа делительного для контуитивных колец, для контуитивных колец. Каким образом они? То есть они предложили вести просто на множестве делительного отношения эквивалентности, что два элемента эквивалентны, если их номер совпадают в кольце. И такие все элементы, мы их стягиваем в график. То есть получается, игра втягивается, и становится картинка более наградная. Единственное, что она после этого встается, грубо говоря, она в каждой вершине всякое количество элементов, которые туда попадают, в эту вершину, и сцягиваются. И тогда мы получим, я всегда нажму на этот шаттлор, для того, чтобы перейти к обучению. А вот для некомпетентного случая определение ввели мы с адресом Шараповым в 2020 году. И вот сейчас это определение для некомпетентивного случая я расскажу более подробно. То есть мы ввели вот такое отношение эквивалентности для двух делителей нуля, что два элемента X или эквивалентны только тогда, когда объединение левого права амбуляторов X совпадает с объединением левого права амбуляторов Y. Понятно, то есть это означает, что в этом графике, изначально, не сжатом, классическом, скажем так, графике 0, у нас X и Y имеют одинаковое кресло, то есть смежит с одними и теми же элементами. Вот, такие классы, поэтому эта отношение эквивалентность она отбивает множество всех делителей нуля на классы, не пересекающиеся, и эти классы мы возвращали в квадратный скок. И после этого ввели определение графа делителей, шапка графа делителей нуля, то есть мы там в качестве вершин считали как раз вот эти классы, причем я сразу скажу, что я с работой все время считаю, что в классе я беру делители нуля не нулевых, не нулевые. Хотя Евгений Владимирович, из его работы, который он смотрит по локальным кольцам, он вернет в качестве отношения эквивалентности, задает намного что-то всех элементов кольца, но я скажу, что пока мы с ним не разошлись, то есть по факту мы говорим об одних и тех же гадах, то есть не почему-то там что он занимается, локальными кольцами. И у него такая, это только вот эта нулевая вершина, он ее разочает иной, но она у меня тоже присутствует, если там есть элементы из эмуляторов. И у него все остальные элементы, поскольку кольцо локальное, они попадают в вершину один. И все. То есть у нас вот это пока отличие. Конечно, если мы перейдем, допустим, к случаю, когда кольцо у нас не содержит единицу, они не подрядны, то там же могут появиться какие-то разводы. А, хотя там у нас, а там тоже, в этом случае там тоже идет. Нет, там скорее различия появятся, когда кольцо с единицей и не является локальным. А пока у нас и вставил вихок, и вуху, то не то, что вот его определение, я смотрю, я думаю, это как-то темно случилось. И было доказано вот такое предложение, оно несложное, оно очень важное, потому что оказалось, что в этот шаг графики, и вибра, поскольку мы здесь узнали слово, это отличие решили, соединяемые, то есть мы всегда как бы добавили петли. И, то есть, если x плодать равенную нить, то мы получаем нарушить его петлю. И оказалось, что, вот такой факт, что получается, у нас изначально большой граф, минус 7, и поэтому, если мы, вот у нас здесь сжатый граф, делительный граф, мы берем класс x, вот он класс, и мы начинаем его расширять, чтобы посмотреть, что там было до сжатия, то оказывается, там встречается решение двух типов. Если это решение с петлей, то значит, сам x, который порождает этот класс, он в квадрате равен нулю. И поэтому, если мы начнем с сжатого графа переходить к обычному, то вот эта вершина, она как бы раскрывается в полный граф, если там x квадратик. И там все элементы квадрата, все, как стоят из этого класса. Если же у нас другая ситуация, x квадратик, наоборот, не ноль, и мы верим эту вершину, на которую он порождает, и мы ее раскрываем, то там получается, там вот этот квадрат, который вот, он внутри, он себя представляет нуль графа. То есть там есть лекор, которые исходят со всей вершины, но внутри себя есть нуль графа, это нуль граф, они же вообще никак не связаны, все эти вершины. И там все вершины остальные должны подрать неравненому людям. То есть там вот наблюдается такая картинка, что всего ровно два типа вершин, ровно два типа вершин. Поэтому, по большому счету, переходят в сжатого графа, удивительный нуля, он дает, наоборот, даже больше информации, потому что там до этого он петель не рассматривает. А здесь петли как бы рассматриваются, и мы видим все элементы, которые в квадрате к неравненому. Ну, в принципе, то, что я говорю, что мы всегда знаем размер каждой вершины, мощность каждой вершины сжатого графа делителя нуля, мы спокойно можем перейти от сжатого графа делителя нуля к обычному. Скажем, например, так, обучение, скажем, удольный граф делителя нуля от удольный граф делителя, но классически приезжать и перейдет просто в отрезок. Просто в отрезок. Если он был полный, с удольный, скажем, разумеется. Например, любой полный граф, он перейдет в 100 человек. А, ну там сейчас от петель или другие, нет, я не права, там сейчас от того есть 5 людей. Нет, нет. вот, я расскажу, вот, основные напомнения, которые были, это, например, ассоциативный код с некоторыми ограничениями на графе, да, несоциативный код с такими же вопросами. Дальше, у меня это вопросов были решены на языке многообразий, потом, мы еще такое понятие, как мне подрядный граф сматывал, я расскажу, это у меня будет очень позже. Ну и вот последнее, чем занимаюсь, уже не более, чем 5 лет, это сжатый граф и делительный на речи 60-ти лет. Сейчас я вот кратко расскажу, что было поучу в каждом направлении. Я еще подчеркиваю, что на самом деле, ребята, вот если взять практическое определение графа и делительный на речи, там было получено очень много результатов других актов. Кроме того, там можно, если посмотреть, там можно увидеть, что там очень много определений графа и делительный на речи, там идя, например, графа и делительный на речи, ну да, ну то есть очень много. Но вот развитие свое в основном эти определения не получили. Это правило, конец, и все. И что остается в конечных колец ограничений на графа и делительный на речи, вот, все началось по большому счету с работ от бары понимания в 2003 году, они доказали, что если у конечного кольца град делительный мемляр в манаре, то порядок такого кольца ограничен, и он не превосходит в этих зубах. Там у них будет еще ряд других результатов в этой работе, они делали для контактного случая. Поэтому американцы прошел участок на мере 2007, в котором взяли работу того же школа с оперенцем, в котором описываются все конечные кольца порядка П, квадрат и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Они взяли и просто прописали этот список проверений и составили список всех конечных коммунитивных колец, у которых графа и делительная являются по-настоящему. В 2008 году мы с Юрием Николаевичем Мальцевым мы описали нерепотентные конечные процессы по-настоящему графу и делительными на относительно по модуле коммунитивности действовали конечно в году. Но таким образом нерепотентный случай был полностью закрыт. И в 2009 году удалось решить для нерепотентных колец. Тоже действия естественно по модуле коммунитивности. Работа была в реконгах дисциплина и делительной мальцев. В 2012 году было получено описание конечных колец. Игровым графом и делительным ляда. Поэтому этот вопрос решали на языке многообразий. А позже удалось там в лоб описать структуру конечных колец. Игровым графом и делительным ляда. Что оказалось там очень сильно похоже на то, что мы получали на языке многообразий. Также описаны конечные конецы вспомнены трудовыми графом с конечными. И сейчас я скажу еще. Было у нас две публикации, в которых мы описали конечные колец, у которых графа 10 ляда однородный. И дело в том, что вопрос по гаметологу графа 9 ляда мы пытались решить, но и не только мы там были еще результаты с авторами в 2014 году была работа тоже не по пометонам, но они сделали только для разложивных коммутативных колец. Мы получили для разложивных коммутативных колец, когда выставили такие концы, у которых граф является пометоном. Так все сверлось в принципе к двудольным графам. Оказывается, такие графы просто-напросто двудольные. Но чтобы получить по пометонам графам нам не удалось. И поэтому что мы сделали, мы решили славить эти условия и воспользоваться терроремой теракта. И мы договорились, что графы предоставляют условия теракта, если готовить условия известной терроремой теракта. И вот у нас были как раз публикации, в которых мы описывали конечные полица, которые представляют условия граждан действия имена, которые представляют условия теракта. И для коллекции единственным удалось составить полное описание, а тем не подавить коллекциям удалось описать свойства. Описать свойства и только не в большинстве порядка. А вот до конца этот вопрос он и не был закрыт. Хотя там были ремликации, но до конца мы так и смогли. И поэтому мы этот вопрос после этого решили посмотреть на него на языке накопать. И диагноз ассоциативных коллекций, поскольку у нас связанность графа делителя нуля для ассоциативных мы доказали, то стало интересно посмотреть на структуру конечно ну я взяла на медпотемных коллекций потому что там все было попроще для меня все таки с не ассоциативными очень стопочная потому что больше я с ассоциативными вот но удалось связать задач решений и была рефрикация денег она была в 2015 году одна в 2016 году в алгиве коробки хотя на самом деле в алгиве коробки она была написана четыре года раньше она была написана и сдана в 2019 году после что ждала публикации то есть я в результате когда я писала не потенци конечный альтернативный кольцо которое планировано грампу 9 0 и по факту мы основная мысль этой статьи связалась с тому что если у нас не потенци конечный альтернативный кольцо имеет планировано грампу 9 0 то такое кольцо оно с этим и вот в работе которая в сэйбл там тоже ряд задач для альтернативных ассоциативных альтернативных альтернативных был решен и там факты те же самые результаты то есть если граф регулярный полный тольный то они все ассоциативные то есть я говорю так что когда граф делитель 0 то он как-то связан с очень жестко ассоциативной с видимым теперь по поводу многообразий там было две задачи посадили на языке на габарди именно потому что в силу от своей общимости они не решались хотя было много публикаций это же священные попытки их решить вот одна из них была целая серия задач серия публикаций то есть потом что в 12 работе нам удалось наконец уже когда мы втроем завершали эту работу с журавлевым мальцевым 2013 года то есть о чем там будет речь в этой серии публикаций очень быстро встал вопрос о том что изоморфизма когда изоморфизм габарди габарди там уже в первых работах стало понятно что даже простейший граф если мы берем его простейший небольшой граф то у него то есть много колец может иметь одинаковый граф делитель нуля даже маленького полета он описывает там 1 на 2 на 3 вершина мне просто понадобилось описывать все конечные границы у которых граф делитель нуля ограничен скажем порядком порядок один два или три там возникали сразу даже на маленьких таких графах возникали по 3 или 4 кольца останавливались то есть по графу восстановили кольца и еще вот говорю здесь я раньше не говорила что сразу стало понятно что для графа быть графом делитель это достаточно сильное ограничение потому что во-первых он должен быть связанным он должен быть связанным а во-вторых уже через из самых первых еще даже Арберсон и Ливинстер сразу приводили примеры граф которые ни при них условиях не могут быть графами делитель нуля никакого конечного конца и потом рэдмонда рэдмонда я здесь не стояла так скажу рэдмонда тот самый который это определение у него была публикация которая так и называлась графа делитель нуля колец малых порядков и что он делал он брал локальные коммутативные кольца и брал графы маленьких порядков и смотрел какие из них могут быть сжатыми графами делитель нуля хотя бы какого нибудь локального коммутативного кольца он писал я знаю что он даже программки писал то есть он это все продеивал но он ограничивался то есть он в каком плане ограничивался что это коммутативное локальное то есть понятно что если это условие опросить там немножко расширится но все равно на самом деле он показывает что быть графом делитель нуля это достаточно сильно условий на сам граф я уже не говорю про то что он связанный он должен быть еще граф его диаметр не приводит трех то есть скажем очень единая цепь нам не подходит или очень большой цикл без всяких перемычек тоже нам не подходит это очень сильное ограничение и даже так с виду смотришь нормальный граф нет там доказывается это как бы с помощью игры на элемент там это доказывается как правило и вот это вот тоже вот ставили вопросы и даже была серия публикации когда у нас из-за замортизма графов следует замортизм колец там была серия публикации автор они рассматривали такие случаи что например выбираем кольцо которое является прямой суммой двух колец одно например редуцированное то есть перед ненулевых дипотельных элементов второе например локальное или второе регулярное по панели то есть очень сильно ограничивали и они доказывают что в этом случае из-за замортизма графов то есть они на некоторых очень специфических классах только и тогда да там бывают такие что да из-за замортизма графов следуют в этих классах из-за замортизма колец но там очень специфические классы были мы решили на эту задачу посмотреть с точки зрения многообразия и мы описали все такие многообразия ассоциативных колец в которых все конечные кольца однозначно строятся своими графами и эти нуля там было несколько условий и там на языке томчеста и на языке запрещен и вот и очень большого порядка когда нам уже вопрос о сжатии графа из-за нуля у нас впервые остров стал ну мы там выкрутились может уже вернуться к этой проблеме еще раз уже в конце таком году вот и также вопрос для лепестковых графов делителя нуля поскольку не был решен я говорю даже не было вставление до условия теоремии гирака ни к чему не привело точнее как было очень много соцсоциатив но все равно то есть полностью не удалось решить то мы поняли что за гамитонного даже браться там только может тоже в отдельных случаях и мы решили посмотреть на эту задачу с точки зрения многообразия описали все многообразия которые конечно пользуются гамитонного графа делителя работа получилась большая ответ был такой что ну как у меня достаточно премиальные были то это шестин даже с нулевым уношением связанные поэтому видно что это очень сильно усвоено по непотребленным графам я бы говорила что мы только били понятие грампы делительный граф стало более просто подробными многообразия но там много таких работ что например автор вводит понятие грампы делительного нового он просто берет работу Арнесс на все его результаты смотрит для этого нового определения обязательно приводит пример что этот граф не попадает в предыдущий и все и это все заблухало но вот один из определения это так называемый вред он получается и у нас была такая мечта что если мы перейдем к более широкому графу может быть там как-то информация можно получить о строении самого края так вот что это получается в том что мы два различных элемента соединяем ребок тогда и только тогда когда их разведение является элементом в частности все они есть и сначала там первая работа была сейчас покажу там была первая работа членов который делал это определение но там даже было сделано что он полагал что решением такого графа является все элементы кольца и это определение осталось а вот после этого когда было предложено изменить определение и в качестве вершины рассматривать не все элементы кольца только те которые смежно хотя бы скрыт вершины с помощью этого определения они такие элементы как раз обозначали сет n со звездочкой вот то когда это оказалось что-то более интересное там появилось совершенно много публикаций они до сих пор не определяются но больше всего я скажу что это граф чаще всего он интересует именно течение полных надпочных колец когда мы наткнулись на него посмотрели эти работы то мы решили все свои задачи которые раньше мы решали для ассоциативных коллег мы решили их точно так же посмотреть на них в Сочи на эти же задачи поставили и оказалось что то что там решали там было где-то десятого если не больше публикаций то здесь это уложилось скажу по-моему три публикации все задачи решали разные легче там даже бинтоновые графы решились сразу более привиально и как оказалось это определение не очень рабочее новая информация не несет какой а самое интересное начиная с тогда когда это предел жертв графа делительный нуля сейчас я просто остановлюсь на тех результатах которые были получены после 20-го года во-первых были риск на комиссии они не вот эти кольца у которых полный граф делительный нуля оказалось что если граф 0 полный то там есть там во-первых понятно что там может быть две вершины сферы потому что две вершины сферы это просто недостянутый граф потому что вот одна вершина сферы вторая вершина сферы полный получается элементы в этих вершинах сферы они смежны со всеми остальными вершинами между собой все по факту эти две вершины сферы надо просто объединять и таких картинок много например если у нас отрезок и у него две вершины сферы на самом деле это не шат делительный он просто подмирил не подходит отрезок двумя на самом деле эти вершины просто надо объединять по определению шат и это просто вершина с точкой и оказалось что если коричное кольцо имеет полный граф двумя там вершина с петлей обязательно есть но она одна почему она я уже объяснила но почему есть она это доказывается вот и удалось все писать конечно не не патальные кольца с полными сжатыми равном выделить нуля но вообще все начиналось именно с работы на железе с железом было бы 2000 назад два года я сейчас скажу что там было сделано там во-первых мы описали конечный против этого графика имеет одну вершину там это быстро делается там получается не патент на умножение либо локально в квадрате равен нулю дальше потом посмотрели на тренинград но там нам удалось описать конкуративный случай некомкуративный это вот я больше то что я посмотрю если у нас две вершины то это просто полный граф и мы также посмотрели третий третьего порядка то есть с тремя вершинами они были связаны только их оказалось 13 если различим способом расставить петель там еще зависит обстановка петель их оказалось 12 но на самом деле только три из них являются сжатыми граммами какого-нибудь конечного ассоциативного кольца тут без ограничений на коммутативность на локальство и просто конечность в самый общий случай а только ассоциативность берут ограничения всего три вот а дальше естественно возник вопрос а что если взять грамм порядка четыре и на четырех вершин там оказалось пятьдесят картинок пятьдесят картинок и после просеивания то есть работа полностью посвящена этой задачи из пятьдесят картинок оказалось всего восемь грамм могут быть граммами это вообще не сжат потому что он недостянут вот он недостянут например кстати в качестве примера я уже проводилась вершин с целью когда их надо просто стягивать по факту но еще и в безпетии тоже есть такие вершины например если мы в районе географии вершины и к ней начнем подвешивать висячие вершины то вот эти висячие вершины если они окажутся две и безпетия их надо при условии что они смертны с одной и той же потому что по факту они смертны только вот с этой вершиной общей и все поэтому это нам для одна то есть сначала это вообще просто битвай рассмотр на предмет того а сжат или это граф 2 и выясняется что нет это что-то такое промежуточное пол сжатой когда мы просто сей дальше следующий этап подсей это с помощью каких-то сжатой граф 9 9 которые рассказывают о каких-то конструкциях запрещенных в этих шахтах и уже начинается там расстояние хотя диаметр графа у нас приходит трех но если вы вершины с петлями то расстояние между ними не первослодит петли то есть это нам помогает представлять например петли то есть мы знаем какое расстояние между вершиной и спетлями может быть максимум максимально и так далее то есть вот эти все вещи потом просеиваем с помощью известных класс этих лент это помогает нам расставлять петли вот когда просеиваем с помощью лента потом уже остается небольшой скажем класс у меня там в моем порядке может быть 12-6 так вот оставалось с которым непонятно что они прошли все уже испытания и там уже когда начинаешь смотреть и смотреть уже конкретно граф смотришь его свойства пытаешься понять его свойства и вообще чем хороший шаг найти кадр то есть обязательно на него 민주 очень многие вещи можно понять ну например мы сразу можем понять может это будет непонятно директив потому что понятное что если непонятно то у него должна быть сильная вершина то есть вершина смежная со всеми остальными с петлей например мы можем понять, сколько у него и депатентов может быть максимально потому что количество депатентов значит, мы знаем, как устроен паркер парадикалу Джексон это тоже много говорит и, значит, посмотреть опять дело в том, что депатенты, они все попадают в разные вершины потому что депатент порождает вершину без петли следовательно, второй депатент, который с ним смешан он не может встать в вершину без петли и по структуре даже по рисунку как себя ведут вершины без петель можно понять это могут быть они депатентами и сколько теоретических депатентов изучительство, правда, достаточно большой а депатентов немного и, например, если это оказалось их там два, то это означает либо прямая сумма двух полей либо, например, матричная второго порядка всего а матричная второго порядка мы можем понять, это матричная с локальным кольцом и, опять, нам все сводится в принципе потому что многие вещи можно достаточно быстро посмотреть то есть даже вот визуально сразу взгляд если по классическому определению вообще чего нельзя было сказать практически ну, трудно то тут очень многие вещи надо как бы предсказать вот дальше ну, это была еще работа где мы описывали там, во-первых, вот эта работа это с моим учеником он в том время когда я заканчивал у него типа как раз по этой теме и там мы два таких основных результатов во-первых, мы добили не по-третьему случая у которого графа то есть там у меня цикла такие конечно что-то стулья полностью описаны и еще я вам скажу я еще не включила я сейчас просто у вас указали на днях это рассказывала еще не опубликовала там был вопрос о том ну, чисто интуитивно когда вот эти 50 картинок на 4 вершинах рассматривали мы то чисто интуитивно начинало оказаться что если у нас есть сильная вершина то есть вершина смежа с всеми то кажется что она должна быть вот интуитивно так казалось во-первых, понятно что их не может быть две спектли но кажется что она должна интуитивно и вот недавно наконец-то удалось это доказать что если у нас в графике единственная сильная вершина то она обязана выспитировать обязана это тоже очень здорово потому что потом в дальнейшем это часть просто вопросов потому что там доказательства материально а часть просто вопросов сразу попадет в дальнейшую квасификацию изучение я сейчас еще просто у меня же есть у вас у вас нет еще я вам скажу может быть об открытии вопросов буквально пару слов и все что было бы интересно во-первых тут обратная задача интересно то есть когда мы написали графы малых порядков скажем ну один и два там уже этот вопрос закрыт а вот это все три и четыре для третьего порядка грамм получилось четыре для четвертого порядка получилось и восемь а первый вопрос другой как по этим графам восстановить кольца а на самом деле только для одного типа пока мы это сделали как раз как решали задачи с мостом для остальных просто покачивались но это было бы интересно какие-то вот свойства кольца как они срабатывают сейчас все это мне рассказали вопрос тоже что будет если мы начнем складывать прямым образом кольца что будет происходить с жарами граммами делить с нуля какие-то решения будут поглощаться какие-то наоборот новые появятся то есть эти вопросы будут интересны ну и как вот уже прям на пользу этого очень здорово может быть одна из мечтарных это применить вот этот язык даст его или применить этот язык классификации конечно кредит или или патент потому что эта задача сейчас пока не решается если конечный локальный кольца потихонечку продвигает в случае P6 там осталось нерешено буквально один или два типа то импотент у нас изострял на P4 это только аудитория отдельные классы описанные как бы но задача это очень сложная я даже когда в свое время разговариваю с чаем он говорит что похоже что задача на порядок сошнее чем например описание импотент порядков в хубе там нужны какие-то совершенно другие ну вот прошло уже 10 лет и все вот это желание осталось у меня все спасибо давайте поблагодарим я работаю сюда просто поки Субтитры сделал DimaTorzok